Продолжаем проходить FIFA 19 за Арсенал Лондон. У нас впереди второй матч против Вильярд Виллариав. И простите за такое неточности. Ну ладно, что еще скажу. Я еще до сих пор, ну более говоря, только кашель, грубо говоря. И бубь времена может выскакивать у меня и простите за такую неловкую ситуацию, грубо говоря. И почему не постоянно я ставлю ходить в серии, потому что, как сказать, как историю, я знаю об этом. У меня про райдеров, грубо говоря, у кого я пользуюсь интернетом, был пожар. Не в моем городе, и, грубо говоря, вся область у нас была отключена от интернета, и перепадки, и все остальное. Сейчас более-менее налаживается. Надеюсь, все будет нормально. Из-за этого нестабильно все выходит, и нестабильно все происходит в данный момент. Ну ладно, что мы на этом? На этом мы продолжаем игру. У нас второй матч. Если честно, я уже не помню, как мы первый матч сыграли. Но мы пропускаем три дня и переходим к игре. Но прежде чем к игре мы перейдем, мы переходим к составу. Который у нас состав будет играть против этой команды. Что у нас с Чаловым? Где у нас вообще? А, вот он. Ну ладно, пускай запас у нас посидит. Правый полузащитник у нас меняется, так же, как и ЦАП у нас поменяется. Полузащиту у нас только Гендузи поменяли на Джака. Правый защитник вообще у нас упал до 7 с 8 уже. Левый защитник у нас тоже меняется. У нас есть левый защитник, который может играть. Странники, защитники, только одного я меняю. И ЦАП, грубо говоря, центральный полузащитник у нас тоже один, он остается на поле. У нас травм, слишком много травм в некоторых местах, особенно левых защитников. Ну что, погнали. Мы играем в гостях, мы дома сыграли. Если не ошибаюсь, мы по идее должны выиграть дома у себя. Ну, точнее, выиграли дома у себя. Сейчас узнаем, какой счет был. Да, без тренировки никуда. Блядь, это пиздец просто. Чё, не попал, что ли? Ну, как так можно, а? Не, чуть-чуть не хватило. Ну, чё, приходим к матчу, там 3-1. Режиссер трансляции, что именно на него будет играть сегодня команда. Он в очень хорошей форме и возглавляет гонку бомбардиров в Лиге Европы. Там у нас ЦАП, лидер по 10 голов. Там еще второй кто-то у нас есть. Вот там. Вот там. Убрали лучшие 16 команд турнира и путь к финалу начинается сегодня. По два матча сыграют команды в каждой стадии, дома и в гостях. Правила плей-офф предельно просты. Лучшие проходят дальше. Сегодня вильярия начинается Арсенап. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончаниям. Оправдает ли эта игра наше ожидание, Георгий? У нас нас понимается известное увеличение, что наше ожидание – это наша проблема. Хотя атмосферный студент сумасшедший, команды квалифицированные, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Перед нами состав Иллиреал. Эта схема чересчур консервативна. Согласен, Костя? Ну, посмотрим, как она будет выглядеть на поле. Смотрим состав Арсенала. Вот что мы видим. Игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Костя? 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 Ну что, вот матч начинается Начиная первый пас У нас матч Прошлый матч закончился За счетов 3-1 Да, теряемся мяч Но мяч остается у Реала Опа, а тут перехват Да, опять пас Самое главное Не пропустить два мяча Если мы пропустим два мяча, мы вылетаем Из этого турнира А это у меня не хочется, ему это хороший шанс Забить был гол Но увы Мячом у нас не получается Так, мяч мы перехватываем Ну, мяч не попадает Под нашу игроку Реал продолжает играть О, снова перехват Замечательно, если не ошибаюсь Сейчас в данный момент Заключил контракт Еще на один год Корсорла С этим же клубом Которым мы сейчас играем Продолжаем И тут хороший удар мог быть Но увы Он был слабый Не слишком далеко от ворот Мы опять Перехватываем мяч Даем пас Снова пас Есть игрок впереди Пройдет передача Навес Ааа Слишком силен был навес Я не хотел сильный такой Кхе-кхе На улице Кажись, тут дождь У нас идет И бьет По головой Но только опять далеко И слишком слабый удар был Пока мы атакуем Поворотом И перехватываем мячи Это замечательно просто На вес Но Так Блин, ну кому ты там пас дал Да Проклятый игрок Так, мы занимаем мяч Но только при этом его теряем Но опять с мячом И опять его теряем И они выбивают мяч в аут Идет 19-ая минута Господа Накануне ноль Мы в гостях Если они забьют нам два гола Они проходят дальше Даже один гол Наши ворота Ну точнее на нашем поле Будет считаться как за два И тут хорошие удары Мы забиваем гол Вот это гол На 21-ой минуте Господа Кхе-кхе И забила вполне заслуженный гол Здрасте, пожалуйста Согласен Форвард сейчас просто взял и съел защиту Кхе-кхе Давайте посмотрим еще один повтор этого гола Форвард сейчас Ух ты Айв Кто нас забил 11-ий мяч Кубок UEFA А 21-ая минута Господа В данный момент, пока я не знаю, кто там забил, он в данный момент лидер. Ну что, продолжаем мы игру. Уже пол первого тайма закончилось у нас, грубо говоря. И мы забили первый гол в этом матче. Это замечательно. И 4-1 в общей сумме. Получается, чтобы сыграть уже на попинате, им надо забить. Три гола. Чуть сыграть хотя бы по пенальти, грубо говоря, дополнительное время. И мы тут еще раз ударяем, ну прям игрока попадаем. Ну тут это наш мяч, по-любому тоже наш быть. Ну конечно, замечательно. Но слишком много народа. Нет, слишком далеко. Брю, даже ударить не дали. Вот это молодчины, защитники. Справляется. Простите за кашу, я уже в начале серии говорил. И еще чуть нос у меня забит. Ну ладно, продолжаем мы игру. Тут у нас такой поворот событий. Они начинают свою атаку. Сейчас он их будет на вес. А таки думал на вес, но тут воротарь забирает мяч спокойно. И мы его уберем себе. И продолжает наша игра. Вижу, 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 вижу. И такой момент. И тут надо забивать гол. Мы забиваем второй гол на 35-й минуте. Опять он, он делает дубль. Вот это у нас бомбардир ЦАП. 12 голов. Простите за кашель. Ну что, у нас 5-1. Теперь им надо забивать уже не 4 гола. Ой, не 3 гола. Да не 4 гола. Им надо теперь забивать 6 голов. А точнее 5. Точнее 5 голов надо забить им. Чтобы они нас перегнали. Опасно было. И это тоже опасно было. Давай такой пас. Да, затей был хороший, но, увы, это ничего не получится. Слишком близко противнику был мяч. Блядь, мы тут отнимаем мяч. Это замечательно просто. Делаем на вес, прям на игрока. Игрок прям забивает гол. Быстрый гол. Автогол, что ли? Простите, снова. Да, неприятность приключилась. Но что поделать, даже великие игроки забивали мяч в своей бороде. Это еще не факт был, что гол забили. Ну, короче, автогол. Забивают они. Там у него голова. Уже 6-1 в общей счете. Ё-моё, блядь. В первом тайме мы уже 3-0 побеждаем. Они уже спросили. И мы не то, что пас даем. Уже приближается 45-я минута. Уже заканчивается у нас мяч. Хороший навес. Я думал, что гол залетит. Честно сказать, я думал, что гол залетит. Ну, что, удар от ворота. Первый танк тоже заканчивается. Нет, продолжается у нас первый тайм. Тут атака реала. Все, конец. Атака закончилась. Да, еще как вспомнит. Так вспомнит, охуеть просто. Одна восьмая плей-офф Лиги Европы УЕФА началась. Вперед! И только вперед! Ну, ладно. Не будем терять уже время. Продолжать дальше. Переходим ко второму тайму. У нас второй тайм со счетом 3-0. Мы в первом тайм забили. Общий счет у нас 6-1. Дождь, конечно, сегодня проливной. И самое главное, выдержит ли поль? Насколько мне известно, да и не только мне, дренажная система у нас... Простите, снова. Так, мы с мячом. Даем пас, еще пас, еще пас. И тут удар по воротам у нас будет и мимо. Не повезло. Ну, если в таком духе продолжится, то до конца этот матч едва ли досмотрят болельщики на трибунах. Откровенно, слабая игра сейчас у них. И нужно просыпаться, наконец-то. Пора бы уже. Это кому, бля? Противник, что пора просыпаться, который тоже будет выбивать мяч? О, 1-7 по ударам. Ёпта-ю-маль, это пиздец, господа. Так, мяч наш. Простите, Сон, Джакл у нас мячом. Ёпта-ю-маль, какой шанс был забить гол, а? И снова удар. Бреть, он всякий трик мог сделать. Такой поворот событий бы им был, а? Да. Прииграл битву. Но они выбивают у нас мяч. Вот у них замена. Все, прощайтесь с Кубки Европы, господа. Мы проходим дальше. Это самое главное, что у нас есть. Ну, тут по-любому надо было забивать, он забил гол. Тут, как думать, даже нечего. Тут надо было забивать спокойно гол. Слишком колоссальное преимущество у нас. У нас уже все ясно и все понятно. Давайте посмотрим еще один повтор этого года. А у нас 4-0. То ли еще будет. Ну что, продолжаем мы дальше матч. О, уже перехватываем почти с самого начала. Только чуть-чуть не повезло нам. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. Да, я нарушаю. А, это офсайт. Замечательно. Офсайт, офсайт. У них опять замена. А у нас что предлагает? Я тоже замену приведу. Ну что, продолжаем мы игру дальше. Офсайт, у нас замена Гендузи у нас вышла. Да, надеюсь, он хоть поднимется. И мы будем заменой и будем играть игроков. Но вообще-то у нас запасные пригодятся такие игроки. И выбирает момент для обостряющих пейсов. Если бы он хорош, на самом деле. Блять, ну Джако пиздец надо было поздавать. Очуметь просто. О, 16 марта. У нас это еще игра, что ли? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Ну, не рассчитывал, выполняет это. Мяч. Блять, убежал, говорится, убежал. Я так понял, они в атаку пошли. Блять, опасно. Ёпты, как спасли ворота. У-у-у-у. Опасно еще было. Так, нам полагает. Я согласен. Правозачильник поменяем. Технично, но почему-то пробил совсем не туда. Да, конечно, удар от ворот. 7-1 у нас в общем сумме. 4-0 в этом матче. Уже идет 70-я минута. Уже скоро матч у нас заканчивается. Ну да, 20 минут. Это уже половина второго тайма у нас заканчивается. Да, блять, игроки врезают игрока. Блять, и тут у нас поворот событий. Мы можем делать еще один гол. Но у нас еще не уходит. И тут гол должен быть. И он есть. Простите снова за кашель. Да, пиздец просто, господа. И тут поворот событий. И ничего у них не получается. Ничего. Рено просто спасает наши ворота в пустые. А может их сохранить еще до конца матча. Им уже пора сдаваться. Они уже ничего не сделают. Рено забирает мяч. Отдает нам мяч. Но, конечно, слишком быстро не надо было это делать. Судя по молчанию трибун, болельщики-хозяев победу своей команды уже особенно не верят. Кстати, Георгий Хороший был бы заголовок для одной из газет. Молчание трибун. Игнят, бля. И мы добиваемся за Гендузи. 6-0. Как Фухэм мы победили в финале. Что-то слишком, блин, странно. Есть удар в бей. Это старая стволия правила, еще никто не отменял. Здесь, вон, болельщик попал в створ и не прогадал. А вот еще один повтор, на этот раз другого рака. Довольно тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Ну, что, продолжаем мы дальше. Так, они начали синие поле. Это все прекрасно видимо. И мы продолжаем игру. Мы чуть не отняли мяч. Уже тут играть уже вообще нечего. Они по-любому уже никак, никаким чудом не пройдут дальше. Уже в общей сумме уже 9-1. Вся бы еще 10-й годчик забить был. В общем, сумме было вообще прекрасно. Только навес был не слишком точен. Нихуя у них нападающие где находятся. Так, кажется, как будто я должен что-то атаковать. А не, а не. И Гендузи выходит на ворота и прямо вратаря бьет. 4 минуты там добавляет дополнительное время. Слишком много что-то. Слишком странно, слишком много. Неудачная передача. Мяч прямо вновь сопернику отправится. Реал атакует флангом и можно убежать в свободную зону. О! Опасна, 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 опасна. И хороший был удар. Но вратарь вытаскивает, но угловой. Это у них последний шанс, чтобы нам забить гол. Утешительный для них гол будет. Грубо говоря. И вратарь отбивает его. Но мяч у них остается. И Систок. Ну что, господа, мы побеждаем за счетом честной в этом матче. В общей сумме два матча у нас 9-1. Их вполне заслужены. Они сегодня здорово играют. Да, думаю, ни у тренера, ни у болельщиков и тех игрокам не нужно. Все сегодня четко выполнили свою работу. И вот он, ожидаемый результат. Ну что, господа, там что-то вообще написали, хуже знаю что. Ну и что, мы все прекрасно видели. Давайте по общей сведению посмотрим. По общей сведению у нас 0-6 голов, ударов 6-14, ударов 3-12, Владимир Минчев 47-53%, Буминчев 2-4. Травма 0-1, офсайда 0-1, угловой 3-0. Тоже удары 50-85%, тоже пас 85-89%. Ну что, можем поздравить, мы проходим дальше. Интер у нас проходит, матч из 13 у нас проходит. Элорд у нас все-таки Аякс вышибает. Гринлингем у нас 1-8 финал выходит. Все понятно. И мы тут на первом месте. Ну что, у нас по новостям. Изменение расписания, изменение расписания. Производный фонд 1 миллион 100 тысяч фунтов мы зарабатываем на этом турнирный табли... Турнирный, в данный момент, плей-офф Европы. Нормально. Ну это смешно, слишком. И что у нас по деньгам как? Ну на это не смотрите, это глюк. Так, по прибыли у нас 27 миллионов 220. Ну, прибыли у нас все-таки есть. Это еще в конце у нас будет Англия, Премьер-Лига. Сколько там дадут, там слишком много дают нам, грубо говоря. После этого будем прибыли. Вот такой у нас доход в данный момент. В конце почти сезона. 80 миллионов мы зарабатываем на билеты. Ну, заплату 85. Ну, мы почти закрываем билетами. Это просто замечательно, на самом деле. Мы еще в следующем сезоне попадаем в Лигу Чемпионов. Я думаю, в любом случае должны попасть в Лигу Чемпионов. Что у нас по календарю? Через неделю игра. Окей. Подождите, что? А, вот. Вот, что мы. Спортинг мы играть будем. Следующий тур. Это в апреле у нас будет только игра. А тут у нас Англия с Премьер-Лигой. И тут у нас Тотта Хэмс. Сейчас все будет игра. Ну, понятно все. Все ясно. Кубок Англии мы не участвуем. Это замечательно. Ну, на самом деле плохо. Ну, я просто говорю, что время более свободное будет. И наши игроки более отдохнущиеся будут. Простите снова за кашель. У нас обновление по поводу скаутов. Игры отправляются в сборную. Тут скоро сборная у нас будет. Ну, давайте посмотрим, что у нас. Полное выздоровление. Это замечательно. Это чуть позже. Игроки отправляются в сборную. Обновление скаутов. Давайте посмотрим. Так, ты у нас. Отказ. 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 Вообще ничего интересного даже не произошло. И полное выздоровление. Замечательно. Ну, что. Прежде чем эту игру и матч будем играть, переходим мы. Грубо говоря. Ну, что там отдых и будет, на самом деле. Ну, Гиндузи я выпустил бы. Вместо Джаки пускай поиграет так. Левый полузащитник. Ну, уже 81. Замечательно просто. Но пока правых у нас слишком мощные. До момента у меня не появишься. Так, левый защитник у нас травмает. Этот уже почти готов. Это замечательно. Значит, ты у нас остаешься здесь. И Лену тоже дадим отдохнуть. А, 75. А тот у нас... Где? 76. Дальше Мартинес у нас выйдет на поле. А, 31. А, тебе сколько уже? Ты уже со спинстара, уже, да? 35 лет даже. А Лена? 32. Ты даже старше чуть-чуть. Мартинес. Ну, что, мы дадим Мартинесу поиграть в этом матче. Пускай поиграют. И Чалов у нас тоже будет нападение центра. Ну, что, мы играем дома. Это замечательно. Может, еще 3 очка. Но, при этом, я, как говорю, записывать эту серию не буду... Точнее, этот матч не будет. Увидимся в конце лучших моментов матча. Ну, что, господа. Мы снова здесь. Давайте посмотрим на этот матч. На 17-й голову. Он от Чалов забивает гол. Вот такой у нас гол произошел. Хороший, спокойненький гол. Грубо говоря. На 45-й минуте у нас великий нападающий, грубо говоря, может говорить ЦАП, забивает гол. Он просто был в тот момент, где тоже оказаться. Да, и несложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Кхе-кхе. Так, промах на 49-й минуте Чалова. Нет, этот удар, бацану, не получился бы. Нормально. Ну, ладно, промах на 51-й минуте у нас. Штрафной подачи есть там, кому сыграть. Нам просто повезло. Промах Калачалова получается, да? Ну, да, здесь надо было забивать. Здесь надо было забивать, господа. И вратарь у нас на 78-м минуте спасает наши ворота. Тут есть немножко свободного пространства. Супер момент у него! Какое спасение! Здорово играет Калкипер. И с хорошим. Так, хорошая момента. Кхе-кхе. Так, продолжаем мы дальше. И мы на 90-минуте пропускаем гол, господа. Ну что, у нас с отсчетом, если не ошибаюсь, два... Нет, 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 это не надо мне. Ресчетов 2-1 мы побеждаем в этом матче. Общий сведет, давайте посмотрим, что у нас по общей сведе. По общей сведе 2-1 по голам, удар в 11-4, удар в створ 4-2. Вадимичу 60-40%, два мяча 3-6. Травма 0-1 у Абсадов 2-1, угловой 3-1. Тоже удары 3-6 50%, тоже пас 89-80%. Вот такой у нас поворот событий. Да, все прекрасно, мы это все видели. Так, продолжаем дальше. Так, в этот день у нас матча не было. Получается то, что мы находимся... Ну, не, они уже сыграли, нет? Только матча с Сити у нас не играл, но это слишком далеко от нас. Но ТТХМ так не остает от нас. Это замечательно. Что у нас дальше? По новостям, это игрок, спасибо, пожалуйста. И переходим к развитию игрокам. Смотрим, что у нас тут вообще есть. Ну да, ТТП прокачаем. Так, это уже все. 81 набрал, и все, больше он подниматься не будет. Жаль. И, друзья, тоже самое. Центрайп, точнее, вот этот у нас качаться будет. Больше ничего интересного нету. Вот центральный защитник Т. Все верно, и сюда. Ну, я думаю, за повышение получит у нас вот этот центральный... Да, этот центральный защитник у нас повышение само получает. Это просто замечательно. Так, ну что, я думаю, на этой ноте мы можем заканчивать серию. Увидимся в следующей серии. Треки прокачивайте, извините, что это что не так. Болею, все остальное. И такие ситуации с интернетом тоже. Все, прям куча, дофига всего. Ну, а на этой ноте мы остановимся. Как я и говорил, уже увидимся в следующей серии. И других прохожений. Всех удачи вам, и пока.